Вы можете следовать за Иисусом. Второе, что оно делает, оно приводит нас к месту наших побед. Всегда послушание приводит тебя к месту твоих побед. Оно не приносит, может быть, победу в полной мере, но оно тебя приведет именно к месту твоих побед. И третье, что оно делает, оно делает нас богатыми благословениями, друзья мои. Послушные люди, они богаты благословениями. Поэтому послушание в любой мере выгодно тему. Однажды я услышал такую притчу, как к одному наставнику пришли два ученика, и они попросили взять их себе в ученики. И наставник говорит, хорошо, я вас возьму, но испытательный срок три месяца. И три месяца он ничего с ними не делал вообще. Не приглашал их на собрание, не разговаривал с ними, никаких занятий не проводил с ними. Просто три месяца они ходили на собрание, ничего не делали. И потом он их призывает и говорит, вот там стена городская, и за стеной городской стоят два верблюда. Вам нужно взять верблюда за уздечку и перетащить его через стену сюда, в город. Один посмотрел, ученик на него говорит, знаете, наставник, я воспользуюсь здравым смыслом и рассудительностью. Я понимаю, что верблюда через стену за уздечку перетащить невозможно. Я понимаю, что поэтому я воспользуюсь рассудительностью и здравым смыслом, возьму верблюда за уздечку и проведу его через ворота. Он так и сделал. Взял верблюда за уздечку и привел его через ворота к наставнику. Второй молча повернулся, подошел к верблюду, взял его за уздечку, и стал забираться на стену. Начал падать у него, наставник посмотрел и говорит, хватит, хватит, успокойся. И он говорит первому, ты не экзамен, поэтому я тебя не возьму в ученики. Потому что все и всегда, конечно, есть искушение пользоваться здравым смыслом и рассудительностью. Но ты, говорит, предпочел здравый смысл и рассудительность, послушание. И таких людей большинство. А вот второму ученику говорит, ты будешь моим учеником, потому что ты предпочел послушание здравому смыслу и рассудительностью. Хотя ты и не отверг его. Понимаете, вот сегодня много людей, которые пользуются здравым смыслом и рассудительностью. Но послушание не отменяет здравый смысл и рассудительность. Но мало тех людей, которые послушание превозносят над здравым смыслом и рассудительностью. Это не значит не быть рассудительным. Это не значит иметь здравый смысл. Но это у тебя в предпочтении. Это значит, когда ты послушание ставишь на первое место. Но при этом не отменяешь здравого смысла и рассудительности. Друзья мои, мы говорили с вами о послушании Богу. Мы говорили с вами о послушании людям. А сегодня мы поговорим о послушании самим себе. Рассуждая над этой темой, я понял, что послушание Богу и послушание людям, это в принципе послушание самому себе. Если объединить это все, это послушание самому себе. Потому что вы будете получать только информацию от Бога, либо от людей, которые поставлены над вами. Но применять эту информацию или действовать относительно этой информации, или не действовать, решать вы и только вы. И надо сказать, что нам очень трудно быть послушными самим себе. Потому что мы знаем, как надо правильно. Большинство людей знают, как надо правильно. Так или не так? Сегодня нет недостатка в информации. Правильной информации. Но однако же мы, зная, как надо правильно, не имеем силы поступать так. Но согласитесь, не всегда имеем силы поступать так. Есть проблема. Мы часто делаем неправильный выбор между разумом и нашим внутренним ощущением. Мы думаем, кого нам слушать. Наш разум, когда мысли бомбардируют тебя. Или наши чувства, наши внутренние ощущения, которые приходят к тебе. И многие скажут, надо слушать сердце. И я так думал, потому что слово так и говорит. Притча 3 глава, 5 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. И я думаю, вот, приоритет за сердцем. Надо слушать свое сердце и не полагаться на свой разум. Я тоже так думал до определенного момента, пока опять не нашел в Библии такой стих. Иеремии 17, 9. Лукавое сердце человеческое. Более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Послушайте, сердце человека весьма обманчиво. И не всегда легко узнать его истинные намерения, друзья. Оно коварно и весьма испорчено, поэтому оно способно обманывать нас по поводу нашего духовного состояния. Оно может говорить тебе, что у тебя духовное состояние в топе, на высоте, что с тобой все нормально. Но, однако, люди, которые рядом с тобой, они видят, что ты испытываешь сегодня духовные болезни. Что с тобой что-то не так. Что в твоей жизни что-то происходит неправильно. Но, как часто наши чувства мы выдавали за голос сердца. Сколько раз я слышал от людей такие слова, что я имею чувствование внутри себя, что мне Господь сказал делать вот так. Они прям конкретно утверждали, что они слышат голос Бога, что они водимы этим голосом. И сегодня они поступают так. Но проходит время, и ты видишь, что эти люди ошиблись. И ты видишь, что они неправы. И тогда у меня вопрос. Как же так получилось? Как же вы тогда слышали Бога? И тогда получается Бог или мы слышали не Бога? Или, может быть, мы свои чувства, свои эмоции выдали за голос Господа? Так часто бывает, когда мы свои чувства, чувствования, свои желания, свои хотения выдаем за голос нашего сердца, за голос нашего Бога. И даже в этом не разбираемся. И тогда возникает вопрос. Так кого же нам слушать? И как разобраться? Где нет? Нет, ведь мы прекрасно понимаем, что доминирующие мысли в нашей голове будут определять наши действия. Как человек думает, так он и действует. И какие мысли в твоей голове, чем каких мыслей больше, скажем так, в твоей голове, те мысли и будут определять твои действия. И если мы обратим внимание на свой мыслительный процесс, то мы можем заметить, что наш мозг, наш ум 24 часа в сутки находится в постоянной работе. Он постоянно думает. Но мы об этом даже порой и не догадываемся. Мы не догадываемся о том, что наш мозг работает 24 часа в сутки, как будто бегущая строка в твоем мозге. Как будто кто-то ее включил, и она никогда не выключается. Мы даже иногда и не думаем о том, что мы думаем. Понятно сказал? Ты просто ходишь, делаешь какие-то дела, но в этот момент твой разум усиленно трудится, он усиленно думает. И часто мы даже не задумываемся о том, откуда берутся у нас мысли. Мы не задаем такой вопрос, а откуда взялись эти мысли в моей голове? Потому что для нас это логично, если мысли в моей голове, тогда это мои мысли. Все очень просто. Они же не в твоей голове, они в моей голове. А если они в моей голове, то это и есть мои мысли. Это есть я. Но надо сказать, друзья мои, что в каждом человеке есть два я. Одно я – это наша плоть, а другое я – это наш дух. И в такое положение мы вошли с вами после возрождения. Или после того, как мы приняли Иисуса Христа. Когда наш дух, который был мертв до встречи с Господом, возродился. Он возродился и стал претендовать на истинное я. Но до этого был же твой я, которым была твоя плоть. И вот после возрождения вдруг двоя появилась в тебе. И эти двоя претендуют на истинное я. Я понятно говорю? Посмотрите, как по этому поводу пишет Павел. Послание к римлянам, 7 глава, 15 стих. Оправдание для всех грешников. Для всех, кто делает неправильно. Можете с собой носить этот стих. Ибо, римлянам, 7 глава, 15 стиха читаю. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, того не нахожу. Узнаешь себя или нет? Желание добра всегда есть. С утра встаем и думаем, ну сегодня весь день добром завалю. Всех задобрю. Просто вот ждите, я иду. Чип и Дейл спешат на помощь. Это про меня. А потом смотришь, день прожил. Какое добро? Не то, что добро, а столько. Не буду этого, что добра, да, надобрил. Так удобрил всех и все, что до сих пор отрехаются. Девятнадцатый стих. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Это в конце дня. Утром встаешь, все, добро, только добро. Роботу творить, все. Вечером говоришь, добро я делаю. Павел об этом пишет. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона грехового. В членах моих. Бедный я человек. Спать ложишься и говоришь, такой, бедный, жена обижена, дети расстроены, пастор недоволен, на работе тоже начальник. И ты такой, бедный я человек. И дальше говорит такие слова. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога. Вот, а закончить ты должен так. Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плоти, плоти закону греха. Павел показывает, что в одном человеке живут двоя. Одно хочет грешить и делать неугодное, а другое хочет ходить в праведности, пребывать в законе, быть в хорошем положении перед Богом. Тот же самый принцип он раскрывает в послании к Галатам. Посмотрите, Галатам, 5 глава, 16 стиха мы читаем. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг друга противятся, так, что вы не то делаете, что хотели бы». Он говорит, Павел говорит, что из-за того, что дух противится плоти, а плоть противится духу, мы делаем не то, что бы хотели, как бы двоя борются за право я. И здесь он дает ответ, как быть. Он говорит, поступайте по духу. Он говорит другими словами, будьте послушны сердцу, полагающемуся на Бога. Не просто сердцу. Некоторые говорят, я послушен сердцу своему, но здесь совет в том, чтобы сердцу, которое полагается, полагается на Бога. Не просто человеческ, гающему, сердцу на Бога. И дальше по тексту он дает определение делам плоти, это 22-23 стихи, и дальше он дает определение делам плоти и делам духа. Он говорит, дела плоти таковы, а плод духа, плод, вернее, духа, а плод духа таков. И я не буду сейчас читать, вы почитайте сами, но он как бы дает характерные или такие характеристики нашего одного я плотского и нашего другого я духовного. И он говорит, применяя эти характеристики к себе или анализируя свои поступки через эти характеристики, вы можете увидеть, кому вы послушны в данный момент. Имеете дела в этой жизни. Вы в этот момент послушны своей плоти и никак не обманешь себя. Имеете плод духа в своей жизни. Любовь, кротость, веру, милосердие и так далее. Он говорит, вы тогда в этот момент послушны духу, вы поступаете по духу. Друзья мои, все дело в том, кому мы верим. Как пастор Юрий проповедовала о вере в прошлый раз. Вопрос всегда стоит, кому мы верим. Веря ей плоти, которая всегда толкает тебя к выгоде. Когда она говорит, она же не просто так говорит, иди греши. Знаешь, иди греши, и будешь наказан. Так не говорит плоть. Она говорит, сделай это, это выгодно. Ты всегда сталкиваешься с этим вопросом. Это выгодно, это полезно будет тебе. А вот плод духа, он всегда выглядит невыгодно. Это всегда усердие. Это всегда... Люди сегодня хотят быть верующим без усилий. Я проповедовал на послушание, кто-то там такой пост написал, вы в закон людей вводите, у вас еще больше будет непослушным людей, потому что вы говорите, вы обязаны. Никто никому ничем не обязан, кроме взаимной любви. Послушайте, стоп, ну уже кто-то чем-то обязан. Взаимной любовью обязаны, значит уже надо сказать, что вы чем-то обязаны. Друзья мои, мы не можем, может быть люди не сделают нас обязанными, потому что мы противимся, но мы сами себя должны сделать обязанными. У нас должна быть такая способность сделать себя обязанным. Я обязан. Интересно, я был на конференции отчетной, и там один епископ выступал, и он такую историю рассказал, а мне так понравилось. Он говорит, один брат постоянно меня спрашивал, пастор, как так получается, что вы в семье счастливы. Вот я смотрю на вашу семью, и вы там счастливы в этой семье, а у меня так не получается. Я всегда в каких-то напряжениях, в каких-то сражениях. И он говорит, я ему ответил просто, я в своей семье всем должен. Не мне должны, понимаешь, вот ты будешь приходить в церковь с чувством я должен. Если ты будешь приходить с чувством мне должны, пастор должен хорошее слово сказать, прославление должно хорошо послужить, ашеры должны меня хорошо встретить, люди должны хотя бы на мое кресло любимое не сесть, а потом, когда я ухожу, должны мне слова благословения сказать, тогда у тебя будет одно отношение, с чувством свою семью, везде, на работу, куда ты хочешь, с чувством я должен. Будет абсолютно другой результат. Абсолютно. И вопрос, кому мы верим? Верим ли мы плоти? Как все должны? И надо делать так, как выгодно. Или мы делаем, верим мы духу, который говорит, ты должен. ты должен. Ты должен. Эти плоды, плоды взращивать сложно. Само собой, растет только тернии и волчцы. Над всем остальным приходится трудить. Поэтому мы обязаны это делать. Мы должны это делать, если хотим быть богатыми благословениями. Друзья мои, плоть, она в своих доказательствах, в своей правоты всегда опирается на чувства. Она всегда дает нам какие-то чувства и ощущения. И она их или ими подкрепляет свои дела. Ты чувствуешь, ты внутри ощущаешь, а вот дух он всегда опирает на преображенный ум. На преображенный ум, не на чувства. Многие верующие перепутали, они по чувствам живут. Но дух всегда опирается на их доказательствах на преображенный, это важно, преображенный или возрожденный ум. Посмотрите, что написано в первом послании Коринфянам во второй главе. Сказано, что рожденный свыше человек имеет ум Христов. Некоторые верующие думают, что Бог у них отнял лук. Я помню, когда я пошел учиться, половина церкви так взволновалась. Пошел учиться. А потом пришли и сказали мне, знаете, вот раньше было намного лучше, когда вы были необразованы. Почему? А потому, что тут такая свобода духа была. Дух так свободно здесь парил, а сейчас вы больно ученые стали, вы дух угошаете. Друзья мои, знаете, что произошло? Я ереси стал угошать, которые вы считали за движение Духа Святого. Это вообще не дух был. Это ваши эмоции были. Непроверенные. Дух всегда опирается на возрожденный ум. Посмотрите, что дальше, почему я так говорю. Смотрите, что дальше, говорит Павел. Первый коринфянам, второй стих. Он говорит, так как душевный человек, вот этот человек, который имеет чувства, эмоции, вот этот человек, которого будоражит, как будто внутри этот дух святой, я пережил мурашки, посмотри, как вот. Был дух святой здесь. Почему? Потому что мурашки бежали по спине. Друзья, это тебя просто ветерок щекотал за ухом. Или жена твоя до руки твоей дотронулась. Он говорит здесь, смотрите, так как душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот этот чувствительный, тактальный человек, он как не принимает. Потому что он почитает все это безумием и не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно. Павел использует здесь слова, послушайте, разуметь, он не разумеет. Что переводится как повиновать, понимать, о, вернее, извиняюсь, познавать, понимать, соединяться с истиной. Не разумеет, потому что не познает. Чем мы познаем? Чувствами? Умом. Посмотрите, он говорит, не понимает. Чем мы понимаем? Умом. Он говорит, не соединяется с истиной. Где мы находим истину? В слове. А как мы понимаем слово? Умом. Умом. И дальше он говорит, потому что он не может судить. Судить переводится как исследовать, не осуждать и рассуждать, а исследовать, расспрашивать и разбирать. То есть он не исследует, не расспрашивает и не разбирает, не назидает свой ум. Без разума, а лучше сказать, без обновленного ума или без ума Христова мы не сможем не рассуждать, мы не сможем не разуметь. Братья и сестры, нам нужен ум Христов. И нам нужно им пользоваться. Обязательно. Однажды один проповедник сказал такую фразу, он говорит, если вдруг произойдет так, что мне нужна ума, а этот проповедник, он был еще кандидат каких-то наук, там еще что-то, что-то тот в области экономики. Он говорит, пожалуйста, поставьте мне ум от верующего человека. И он говорит, почему? Он не пользовался. Он у него невинный, чистый, незасоренный. И в этой шутке есть доля правил иногда верующих. Как будто разум потеряли. Как будто Бог отнял у них разум. Друзья мои, это в восточных практиках ты должен соединиться где-то там с кем-то и с чем-то, в космос выйти. А отключив при этом сознание. Потому что если ты не научишься в восточных практиках отключать сознание, ты никогда этого не сделаешь. никогда не просветлеешь. А я бы сказал, не потемнеешь. Когда мы говорим о христианстве, мы говорим о том, что Бог нам дал ум, разумение. И мы должны с этим разумом работать. Петр, ну как же вот... Петр был в трансе. Но когда вы почитаете о Петре, помните, ему спустилось, покрывалось, с небес. И за два раза не придут, чтобы Петр упал так, и вот он лежал в отключке. Но там сказано, когда он увидел нечистых животных, он сказал перед Богом, я ничего нечистого от детства своего не вкушал. Чем он это сказал? Чувствами. Если бы он был без сознания, он бы не мог так рассуждать. Он рассуждал, он разговаривал с Богом, он искал, и он хотел соединяться с истиной. Алюя, послушайте, именно через разумение наша плоть противится нашему духу. Разум поля сражений, так многие говорят. Есть такое движение, разум поля сражений. Там происходит основное сражение. И если ты там проиграл, то ты проиграешь. Если ты там выиграл, ты там выиграешь. Не в духе даже, а там, в разуме. И плоть знает об этом, и поэтому она через наше разумение пытается на нас воздействовать. Она пытает нас поверить в наше плоть, что именно она является нашим истинным я. Делает это она, создавая иллюзорное время, или как еще называют в науке психологическое время. И это психологическое время, оно отличается от реальности, друзья. Психологическое время это понятие внутренней реальности, в которую мы погружаем себя посредством нашего ума, или посредством мыслей. Психологическое время есть искаженная реальность, с помощью которого ум отрывает нас от действительности, от того, что происходит сейчас. Наш разум погружает нас мысленно либо в будущее. заставляя тем самым постоянно думать о том, что мы сделали в прошлом не так, чтобы об этом сожалеть, чтобы пытаться что-то переделать, чтобы осуждать себя, ковыряться в себе. Узнаете себя в этом, когда вы в прошлом и говорите, вот если бы там, я здесь все было бы по-другому, и вы смакуете этот момент, и вы его крутите, но правда заключается в том, что вы ничего изменить там не можете. Так как прошлое уже прошло, но сколько времени мы тратим на то, чтобы там ходить вокруг этого момента и думать, если бы только, вот если бы только мне тогда хватило бы делать чуть по-другому, сейчас бы точно бы был успех. Вот сейчас бы совсем все по-другому было. Ты не знаешь, как было бы сейчас. Либо в будущем, когда мы в будущем видим себя, что вот есть будет вот это, или страх какой-то приходит в нашу жизнь, потому что мы тревожимся о будущем. Либо мы ищем там удовольствие, что сейчас это все пройдет, и вот летом я поеду в отпуск, и вот тогда я буду там наслаждаться, потому что я поеду куда-то там на какие-то острова, на Мальдивы или еще куда-то. Но приходят летом и все закрывают. Кто-то однажды сказал, одни, говорит, находились в страхе и очень переживали за то, что будет завтра, за то, что их накажут, если они сделают что-то неправильно. А вторые радовались за то, что если они сделают правильно, их, говорит, наградят. Но пришло завтра ни тех, ни этих, одних не наградили, а других не наказали. мы так много посвящаем времени вот этой психологическому времени или искаженной реальности. Нам необходимо понять, друзья мои, что живем мы только здесь и сейчас. и перенося смысленно в прошлое или будущее, мы впустую тратим силы, отнимаем их от настоящего момента. Вот эти силы тратим впустую и отнимаем их от настоящего момента. и делает наш делает наш и делает это наш разум для того, чтобы оторвать нас от действительного я, чтобы мы никогда не встретились со своим действительным я, чтобы мы были либо мысленно в прошлом, либо в будущем и никогда не в настоящем моменте, потому что наш истинный я, он только здесь и сейчас. Психологическое время это иллюзия, друзья мои, оно не реальное, оно не существует, или оно существует только в вашем воображении, его по факту нет, вы тратите время на то, чего нет, и может быть даже, и скорее всего, никогда не будет. Таким образом наш ум защищает сам себя, так как он боится встретиться с настоящим, наш ум боится встретиться с настоящим, знаете почему, он боится осознать то, что может встретиться со спонтанностью, с непланированностью, потому что когда вы в прошлом, там уже все произошло, и вы разбираете момент, который вам уже понятен, он в принципе случился, каждая деталь вы знаете, и вам легко с этим справляться и разбирать, вы их крутите эти детали как пазлы, составляет другую картинку, а в настоящее здесь, и есть испуг нашего ума, он боится наш ум быть в настоящем моменте, потому что он не знает, с чем ему придется иметь дело, может не запланировано что-то возникнуть, и тогда придется решать, или мы в будущем находимся, там мы сами планируем, там мы не видим этой незапланированности, там мы сами выстраиваем свою жизнь, так как я хочу, вот я с мороженым, вот я с пироженым, вот у меня все хорошо, вот у меня муж послушный, потому что я ушла к другому и нашла себе такового, а вот дети мои другие, и мы вот такие планы строим, потому что они выстраиваются в нашем воображении так красиво, а реальность или действительность, она может быть не такой, и наш ум, он боится этого, и этим страхом заражает нас, и мы боимся, оказав здесь, сейчас, в действительности, знаете что, только в действительности ты можешь встретиться своим настоящим я, и наш ум, он создает иллюзию защиты, иллюзию безопасности, потому что он хочет контролировать, плодь хочет контролировать нас через наше сознание, и через эту иллюзию дает нам безопасность, мы живем в иллюзии безопасности, но настоящую безопасность может дать только Бог, и вот наш разум через вот эти вот фокусы отсоединяет нас от нашего Бога, потому что с Богом можно встретиться здесь и сейчас, он сказал однажды я есть, то есть я всегда сегодня, я всегда сейчас, я не был, я есть, я всегда сейчас, он сейчас здесь с тобой, ты его не сможешь найти в прошлом, ты его даже в будущем не можешь встретить, всегда с тобой, здесь и сейчас, и когда наш разум проделывает этот фокус, он уводит нас, и мы не можем встретиться с ним, потому что с ним встречаешься только сейчас, и когда мы встречаемся с ним, тогда истинный наш я начинает проявляться, и тогда мы понимаем, кто такой истинный я, потому что только в Боге он раскрывается, только в Боге он берет свое основание, и только в Боге успокаивается душа моя. Аллилуйя! Все время подчинено нашему Богу, и прошлое, и будущее, и настоящее, оно перед ним линейно. Время это изобретение Бога, не время над Богом, а Бог над временем. Он смотрит на него вот прямо сейчас, он сейчас находится и в прошлом, он сейчас находится и настоящим. Время это изобретение людей, для того, чтобы что-то отсчитывать, что-то планировать, и надо планировать, но у Бога всегда сейчас, всегда сейчас. Что же нам делать? Как нам быть? Павел дает нам совет. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха, Павел говорит, ибо мы, ходя во плоти, то есть мы во плоти, друзья мои, не по плоти воинствуем, то есть не слушаем свою плоть, дружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушении твердынь, ими сниспровергаем замыслы и всякое превозношение восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу, послушания Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше исполнится. Павел дает нам руководство к действию, он говорит, первое, что вы должны делать, это воинствовать, он говорит, вам придется сражаться, без сражения вы не сможете одержать победы. Так устроена жизнь, что в ней надо сражаться. И когда мы пришли ко Христу, сражение никто не отменял, просто оружие изменилось. Мы сражаемся сегодня не по плоти, а мы сражаемся сегодня духов. Воинствуем не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И против них невозможно сражаться кулаками, невозможно сражаться мечом. Против них только сражаются своим помышлением духовно, молитвами, постами. Все оружие Божие дано нам. Словом Божьим мы сражаемся. И Павел говорит, вы должны воинствовать, как добрые воины нашего Господа Иисуса Христа. Не получится сидеть на диване и одержать победу. Даже тогда, когда Христос все сделал. Да, Христос все сделал, но ты тоже должен делать. Он одержал главную победу, а нам теперь надо добить тех, разбежался с этого сражения. Понимаете? Второе, Павел говорит, мы должны разрушать твердыни. Вы разрушаете твердыни. Это любые мысли, которые не соответствуют Божьему Слову, которые есть в твоей голове, их называют парадигмами. Порой мы не знаем, откуда они взялись. Они могли из исторического контекста. Из национального какого-то соображения, из твоего воспитания, из того места, географическое место могло на тебя повлиять. То окружение, с кем ты общался, и в твоем разуме возникли твердыни, парадигмы. И Павел говорит, что мы должны их разрушать. Разрушать. Если ты видишь эту мысль не со священному писания, тебе надо удалить эту мысль от себя. Тебе надо ее поменять, заменить. на другую мысль. Каким образом? Он говорит, только пленяя всякую мысль по слушанию Божьему Слову. Христос есть Божье Слово. Он говорит, должны следить за своим разумом. Это сложно. Друзья, вот проведите себе такой тест. Просто возьмите и начните в день всего лишь одну минуту, всего лишь одну минуту. Начните с этого. Следите, о чем вы думаете. Не просто думать, а просто возьмите с утра одну минуту и проанализируйте, о чем я думаю. Потом сделайте эти упражнения три раза в день, пять раз в день. Своё сознание. Начните смотреть за тем, о чем вы думаете. Друзья, я вам обещаю, ваша жизнь изменится. Вот многие сегодня не могут выйти из каких-то проблем, не могут одержать успех или достичь успеха и одержать победу в своей жизни лишь по одной причине. У них неправильное мышление. Оно течет просто в их разумении само собой. И они не обращают внимания, они не племняют по мышлению по слушанию Христу. Просто есть мысли. Или когда ты задумался, ты в этот момент пришел на молитву, в этот момент как бы вроде бы пытаешься, не всегда получается, потому что стоишь на молитве, а мысли твои, они на югах загорают. Но ты пытаешься. А в течение дня, а в течение нечего пытаться. Жить надо. Как бы жизнь не упустить. Это трудно следить за своими мыслями. Мы же привыкли, чтобы все легко было. Все само собой, потому что Иисус все сделал. У нас же такое мышление. Все само собой. Да, для спасения и для избавления от власти греха Иисуса сделал. Но есть еще, когда святой освещается еще. Есть, когда мы переходим из силы в силу. Есть, когда мы переходим из славы в славу. И мы должны идти, взяв свой крест за Христом. Так говорит священное Писание. Только тогда, когда мы наведем порядок в своей голове и начнем пользоваться преображенным умом или умом Христовым, тогда мы сможем быть послушными сами себе и богатыми всякими благословениями. Потому что послушание оно неизбежно приведет тебя к богатству. духовному, физическому, материальному. Оно приведет тебя к этому. Потому что за смирением следует что? Страх Господень, богатство, слава. А что такое смирение? Это и есть форма послушания, друзья мои. Можно сказать наивысшая форма послушания. И если вы будете находиться в смирении, то у вас будет что? Страх Господень. А знаете, что говорит Библия? Что страх Господень начало мудрости, нечувств, не эмоций. А мы тоже. Сфера ума. А Сфера было нечувствует Продолжение следует...